Доброе утро, уважаемые коллеги! У меня тема сообщения о теории изменений как инструмент описания результатов проекта. Так она была объявлена организаторами, я менять не стал, но в процессе подготовки я понял, что надо немножко модифицировать, и поэтому добавил и не только. И мы поговорим и как об инструменте, естественно, описания результатов, и не только как о таком инструменте. Я исхожу из того, что сама идея теории изменений концепции у нас достаточно известна, и те, кто сегодня присутствует на этой встрече, знакомы с этой концепцией. Тем не менее, вначале буквально несколько слов скажу об общих положениях, углубляться в детали не буду, сошлюсь на имеющиеся источники. Я рассчитываю, что сообщение будет в районе 40 минут, 45, может быть, максимум, и потом у нас будет время на обсуждение, поскольку у нас запланировано, как я понимаю, организаторами полтора часа на эту сессию. Итак, основные положения, очень кратко. Почему теория и каких изменений? Ну, сначала, почему теория? Речь идет о том, что это больше, конечно, в культуре, в английской появился термин. Концепцию, модель или замысел чего-либо иногда называют теорией с маленькой буквы. Теория применительна к тому, что я делаю, что я собираюсь делать. И когда мы говорим теорией изменений проекта, то это такая теория именно с маленькой буквы. Не теория, глобально объясняющая какие-то закономерности, как устроен мир, а теория, которая относится к данному конкретному проекту. Повторюсь, синонимами в данном случае можно считать замысел, модель или концепция. Теория, потому что это у нас в голове. Теория – это потому, что мы так себе представляем, что должно произойти в результате реализации нашего проекта. И надо сказать, что слово «теория» в таком смысле использовалось, например, Питером Дракером, когда он говорил о теории бизнеса. И теория бизнеса именно применительна к конкретному предпринимателю, к конкретному предприятию. Как устроен этот бизнес для того, чтобы можно было получать прибыль. Или Майкл Пэттен с авторами написали интересную статью про теорию филантропии. То есть, как филантропическая организация понимает свою модель, как она собирается и как она действует для того, чтобы изменить мир к лучшему. Ну и, соответственно, изменения как раз, если говорить о некоммерческих организациях, касаются того, как меняется весь мир, ну, чаще часть мира к лучшему. Как выглядит замысел проекта, любого проекта? Мы собираемся предпринять некоторые действия и рассчитываем, что они приведут к определенному результату. И вот теория изменений, она показывает взаимосвязь между причиной, действиями, которые мы собираемся предпринять, и ожидаемым эффектом или результатом. А также допущения или убеждения, на которых основаны наши намерения. Это, естественно, не я придумал определение, оно взятое из литературы, и я выбрал самые компактные. Итак, взаимосвязь между действиями и ожидаемыми результатами. Я хочу вам сказать, коллеги, что вот если говорить об актуальности этой темы, мне вот приходит на ум такой совсем свежий пример. У нас по многим каналам и потом в печатных СМИ, в электронных СМИ рассказывали о встрече недавней нашего президента с губернатором Нижегородской области. И особенно всем понравилось журналистам, когда речь зашла о демографии. Президент сказал, что за последние два года потрачено 10 миллиардов на улучшение демографической обстановки в области, а численность населения неуклонно снижается. И президент задал простой вопрос, куда уходят деньги? Ну, и это, естественно, вызвало определенные затруднения губернатора. Вот здесь как раз, на мой взгляд, за кадром стоит теория изменений. По сути, вопрос такой. Вот если у вас есть 10 миллиардов на два года, и надо улучшить демографическую обстановку, то какие действия вы собираетесь предпринять для того, чтобы улучшить? И почему вы считаете, что эти действия должны привести к улучшению демографической обстановки? То есть, они, по сути, подошли очень близко к обсуждению теории изменений, но, мне кажется, до этого де-факто уже у них не дошло. Как описать теорию изменений? Ожидаемые результаты, и поэтому в заголовок вынесены, естественно, это карта ожидаемых результатов или дерево целей, включают сами ожидаемые результаты и причины следственной связи между ними. То есть, там, получается, цепочки результатов. И допущение. Условия, при которых замысел проекта сработает, но на которые проект не предполагает оказывать влияние. То есть, мы исходим из того, что эти условия будут соблюдены. Как, например, вот то, что я вначале сказал о том, что я предполагаю, что все участники знакомы с концепцией теории изменений, это допущение. И если я не прав, то тогда, ну, как и в других случаях при реализации проектов, может быть, возникнут дополнительные вопросы. Вот эта книжка, которую, наверное, Владимир имел в виду, и я предлагаю тем, кто, может быть, захочет как-то это освежить или познакомиться с концепцией, вот по этой ссылочке можно скачать данную книжку. И там обзор из рубежных источников, и пример есть, и есть другие русскоязычные публикации по теории изменений, в том числе совсем свежая публикация Счетной палаты Российской Федерации, они небольшое пособие сделали по теории изменений. Когда мы готовились к этому вебинару, то организаторы попросили меня обратить в первую очередь внимание на то, какие есть плюсы у теории изменений, какие есть ограничения, какой опыт внедрения, и я таким образом и построю. Сначала поговорим о преимуществах, исходя исключительно из практического опыта, потом об ограничениях. Первое. Это мы о преимуществах говорим. Авторы теории изменений, а это была группа людей в 90-е годы прошлого века, группа людей, которые размышляли о том, как более эффективно планировать и осуществлять развитие местных сообществ, а среди них были представители из Гарварда, из университета, то есть достаточно серьезная группа собралась. Вот они опубликовали книжку 90-е годы прошлого века, и там была статья Кэрол Вайс, профессора университета Гарварда, которая впервые этот термин предложила, теория изменений, применительно к проектам социальной направленности. И идея, собственно говоря, теории изменений заключается в следующем, и как она формируется. Мы определяем конечную цель. Предположим, мы хотим в нашей компании повысить качество обслуживания. Дальше мы разворачиваем цепочку результатов по принципу «если то». В каком случае нам удастся повысить качество обслуживания? В том случае, если наши специалисты применят на практике принципы качественного обслуживания. Если то, в каком случае они применят на практике принципы качественного обслуживания? Если они про них узнают. В каком случае они про них узнают? Если они пройдут обучение по качеству обслуживания. И вот это очень, конечно, простой вариант, совсем компактный, короткая цепочка, которая показывает, можно считать, что это такой простейший вариант карты ожидаемых результатов, и эти результаты связаны с стрелочками по принципу «если то, причинно-следственная связь». Это, на самом деле, очень удобный способ планирования проекта, и если так думать, то тогда ответ на вопрос «почему вы думаете, что ваши действия приведут к ожидаемому результату?» никогда не поставят вас в тупик, вы всегда сможете это объяснить. Дальше допущения. Очень важная вещь. Смотрите, специалисты, мы считаем, что если специалисты узнают принципы качественного обслуживания, то они применят их на практике. Какие у нас здесь допущения мы делаем? Допущения следующие. Мы считаем, что они захотят их применить и смогут их применить. И вот допущения очень важны, в частности, для того, чтобы нам понять, каковы у нас рамки воздействия нашего проекта. Потому что мы с вами могли бы вполне задать законный вопрос, правильно ли нам по умолчанию считать, что они захотят и смогут. Вы же наверняка знаете много примеров, когда прошло обучение, а люди не применили новые знания. Почему? Они или не захотели, а может быть и не смогли, а может быть и то, и другое. И поэтому, имея в виду то, что нас беспокоит, могут ли соблюдаться эти условия по умолчанию, мы можем на самом деле трансформировать допущение в задачи. На стадии разработки проекта, заметьте. То есть мы сформулировали допущение, а потом мы говорим, секундочку, кажется, мы можем столкнуться с ситуацией, что не захотят и не смогут. И тогда мы строим проект по-другому, расширяя сферу рамки его воздействия. И мы говорим, что у нас будет три составляющих. Мы создаем систему мотивации, чтобы захотели, мы создаем условия, чтобы смогли, и мы обучаем, чтобы узнали. И вот если все три эти вещи делаем, тогда применим на практике принципы качественного обслуживания. Таким образом, работа с допущениями на стадии разработки проекта, на стадии дизайна проекта, она очень важна, и она позволяет определить рамки воздействия проекта. В этом случае все достаточно очевидно, но мы сталкивались много раз с ситуациями, когда это все не так очевидно. Ну, например, мы говорим, мы хотим создать в городе Икс инклюзивную среду, то есть такую среду, в которой люди с ограниченными возможностями, люди с инвалидностью могут чувствовать себя абсолютно комфортно и полностью быть в ней интегрированными. И мы говорим, что есть три условия создания такой среды базовой, наша такая вот теория. Мы говорим, что должно быть доступное пространство, мы говорим, что должно быть местное сообщество увлечено и должно поддерживать, люди, которые живут в этом населенном пункте, в этом городе, предположим, поддерживать такую среду. И плюс нужна инфраструктура поддержки инклюзии, какие-то люди, организации, сеть, видимо, на которых вот этот процесс завязанный держится. Вот три условия. То есть мы, какое здесь допущение? Мы думаем, если среда есть, местное сообщество поддерживает, есть инфраструктура, то, значит, соответственно, люди с инвалидностью полностью включены. Какое здесь допущение? Они хотят включиться, вот какое допущение. Мы исходим из того, что они сейчас находятся дома и хотят включиться. Но на самом деле опыт показывает, что не всегда сразу хотят. И мы можем создать хорошие условия, а их на улице не увидим. И оказывается, что надо еще непосредственно с людьми с инвалидностью работать, с их семьями, для того, чтобы произошла вот такая инклюзивная трансформация. Так что это все далеко не очевидно и не так просто. Но инструмент очень важный, работа с допущением. Дальше. Что позволяет делать теория изменений? Теория изменений позволяет составлять типовые карты результатов. В случае, если у нас хорошо что-то сработало, мы говорим, о, это будет типовая карта результатов для повышения эффективности через обучение. И мы ее в такой архив, в такую коробочку. И вот у нас типовая карта результатов. Это способ архивирования успешных практик. Тоже одна из сфер применения теории изменений. Дальше. Мы здесь на этом даже простом примере показали, что мы от цепочки результатов переходим к карте результатов. Это очень важный момент. Ну, цепочка тоже является картой, если в общем случае говорить. Но что здесь важно? Если мы примем во внимание, скажем, хорошо известную логическую рамку, да, раньше, которую нам все доноры предлагали использовать при описании проекта. И до сих пор, в общем-то, предлагается использовать упрощенное описание проекта, которое примерно состоит из четырех компонентов, которые здесь указаны или близко к этому. То есть, что мы собираемся сделать, какие задачи мы хотим решить, какой целью достичь, какое воздействие оказать. Четыре примерно компонента описания проекта. Это очень упрощенное описание, конечно. И когда мы переходим к карте результатов, то получается, что наши инициативы социальные, которые по природе своей достаточно сложны, многомерны, мы их описываем как бы ближе к реальности. Карта результатов позволяет показать ближе к реальной жизни то, что будет происходить. Не слишком это упрощаем. И число цепочек и число уровней в теории изменений в принципе не ограничено. Вот я взял наугад из интернета одну из картинок теории изменений. И вы видите, что здесь много цепочек и много элементов в цепочках. И жесткого ограничения нет. Их может быть сколь угодно много. В принципе, когда мы строим теорию изменений. И какое здесь следствие есть очень позитивное для нас, для всех. Больше не надо придумывать названия для разных уровней промежуточных результатов, уважаемые коллеги. То есть, теперь мы говорим, есть действия, есть цель проекта, есть промежуточные результаты. И нам не надо мучительно придумывать, как результат второго уровня отличается от результата третьего или четвертого уровня и как их назвать. А раньше это, в общем, было определенное такое направление, когда пытались, например, говорить, что... Ну, это в английском больше. Мы с этим не очень страдали вот в русскоязычном пространстве. А в английском языке, например, вы знаете, те, кто знаком с терминологией, есть то, что у нас называют задачами, там называют outputs, и есть outcomes, то, что называют целями проекта. И, например, они начали беспокоиться из-за того, что получается, что вот эти самые непосредственные результаты, outputs, их нельзя сформулировать на одном уровне. Получается, например, два уровня. И тогда они сказали, это immediate outputs, самые непосредственные результаты, и intermediate outputs, промежуточные непосредственные результаты, ну и так далее. То есть там усложнялась очень терминология. Все, с теорией изменений этот вопрос закрывается. Больше не надо придумывать название. Следующий момент. Теория изменений, конечно же, очень может быть полезна, и я бы сказал, даже необходима, для создания системы мониторинга проекта. Потому что алгоритм создания системы мониторинга в самом общем виде выглядит… Ну, система мониторинга, естественно, основана на том, что мы замеряем значение индикаторов с определенной периодичностью, и это позволяет отслеживать ход и результаты проекта. Значит, какой алгоритм выстраивания индикаторной оценки или системы мониторинга, основанной на индикаторной оценке? Мы берем реальность, обязательно сводим ее к модели. То есть, мы должны определенным образом перейти от реальности к ее упрощенному виду, обязательно. И потом к модели привязываем индикатор. Мы, например, сталкивались с такими ситуациями, уважаемые коллеги, когда есть проект, описанный в очень упрощенном виде, ровно так, как требует донор. Есть набор индикаторов, достаточно много, там их штук 8-9. И на самом деле замерить их можно, но когда мы задаем вопрос о том, когда мы замерили значение этого индикатора, о чем, собственно, мы узнали, то оказывается, что авторы проекта и те, кто его реализует, затрудняются нам точно сказать. Ну, например, есть показатель число мужчин и женщин, число мужчин, число женщин среди благополучателей проекта или процентов. Хорошо, мы замерили и мы знаем процент. О чем это нам говорит? Кроме того, что мы знаем, сколько мужчин, сколько женщин. Это очевидно. Но когда индикатор, это же зачем-то. То есть мы должны говорить о том, что этот индикатор позволяет нам говорить либо о том, как выполняется проект, либо о том, какие результаты проекта достигаются, промежуточные или уже окончательные. И люди затрудняются ответить. То есть во многих случаях получается, что индикаторы существуют как бы в параллельной реальности и связи с проектом нет. Ее нет именно потому, что пропущен важный момент. Важный момент пропущен какой? Создание модели проекта. И вот теория изменений является очень хорошим способом моделирования проекта, представления замысла, для того, чтобы потом индикаторы привязывать к элементам этой модели. И если индикаторы вот так привязаны, то тогда мы можем сказать четко совершенно, собственно, их так и надо разрабатывать. То есть по какому признаку мы можем узнать, что достигается промежуточный результат вот на этом уровне, предположим. Вот по этому признаку. Мы меряем этот индикатор, мы знаем о достижении этого результата. Мы меряем этот индикатор, мы знаем о том, какие осуществляются действия. И так далее. Так что использование для системы мониторинга очень тоже такое, получается, продуктивная теория изменений. Следующий момент. Конечно, теория изменений активно используется в оценке проектов и программ. И есть целый ряд подходов, которые обобщенно называются подходы к оценке проектов и программ, основанные на теории. Имеется в виду теория изменений. Я подробно останавливаться здесь не буду. Для примера я привел чудесный сайт на английском и французском языках. Это канадский. Где описаны эти подходы. И правительство Канады разместило такой сайт на своих ресурсах. Описаны подходы к оценке и концепции. И анализируются их преимущества и недостатки. Замечательная публикация, общедоступная. Я единственное, что хочу сказать. В чем идея центральная вот таких подходов? Для того, чтобы оценить программу или проект, нужно понимать, какая в ее основе лежит теория изменений. В ее основе программы или в основе проекта, в его основе. Теория изменений. Для этого иногда мы можем взять теорию изменений, которая присутствует в проектных документах. Иногда нам нужно ее реконструировать с учетом полученного исполнителями проекта опыта. И в переговорах с ними, вместе с ними реконструировать эту теорию. И потом, опираясь на теорию, мы сравниваем то, что получается в жизни. И мы можем тогда сказать, насколько наш замысел, концепция проекта, модель проекта релевантна. Насколько она действительно работает. И если не работает, то почему? Скажем, какие причинно-следственные связи? Какие стрелочки между прямоугольничками вызывают сейчас сомнения? Вот, например, возвращаясь к Нижегородской области. Мы знаем, что значительные достаточно ресурсы, потраченные на улучшение демографической обстановки. И ведь обстановка не улучшается. Что это означает? Где-то в логике разрыв есть. То есть мы вкладываем ресурсы в определенные действия. Действия должны приводить к определенному результату. Там, наверное, цепочка. Конечно, это не из трех элементов состоит модель. Но где-то разрыв. Раз мы ресурсы вкладываем, а эффекта нет. Значит, надо анализировать теорию изменений. Вот базовые идеи. С этими подходами можно познакомиться. Англоязычных публикаций очень много. На русском языке я таких пока не видел публикаций. Единственное, они упоминаются кратко в дайджестах некоммерческих организаций эволюции и филантропии, которые вы тоже можете посмотреть. Подводим итоги первой части. Что такое теория изменений и какие ее положительные моменты. Теория изменений – это инструмент описания результатов проекта. Конечно. Теория изменений – это инструмент проектирования. То есть она помогает разрабатывать замысел проекта. Это какой-то определенный способ мышления, который позволяет замысел проекта разработать. Это способ визуализации замысла проекта. Когда у нас проект в виде теории изменений, в виде карты ожидаемых результатов существует, конечно, его очень удобно представлять различным заинтересованным сторонам. И самим с ним удобно работать, конечно. Способ обоснования причинно-следственной связи между деятельностью в рамках проекта и ее результатами. Без сомнений. Способ определения границ воздействия проекта. Смотри допущение. Основа для формирования системы мониторинга проекта. Основа для оценки проекта. И способ архивирования, в кавычках, естественно, хороших практик в обобщенном виде. Вот, как мне кажется, перечень каких-то сильных сторон на теорию изменений. И это, безусловно, уже практикой в нашей стране подтверждено. Книжка, о которой я упоминал, она в 2004 году, по-моему, появилась довольно давно. Ну, в общем, несколько лет назад точно. И с тех пор уже многие использовали теорию изменений и приобрели соответствующий опыт. Теперь мы переходим ко второй части. И я ее назвал ограничения и вопросы. Я не хочу писать недостатки, да. Потому что любой инструмент, у него есть ограничения в применении. И поэтому я вот назвал это ограничениями. И второе, есть вопросы, потому что я не знаю, ограничения даже это или нет. Но вопросы определенные возникают именно в ходе внедрения этого инструмента, в ходе его использования. И я сейчас постараюсь их тоже перечислить, обозначить и аргументировать. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению нашему совместному. Значит, вопрос первый. Насколько сложной может быть теория изменений? Вообще, мне кажется, хорошая метафора для теории изменений – это вот такие костяшки домино. Действие – это мы первую костяшку толкаем, да. А все остальное случается в случае, если они правильно расставлены. То есть, вот эти цепочки ожидаемых результатов и причинно-следственные связи между ними срабатывают, если мы правильно расставили костяшки домино. В данном случае очевидно, что они все, конечно, упадут, если первую толкнуть. А если бы они подальше стояли или между ними стояло бы какое-то препятствие, то, может быть, не все бы упали. То есть, это такая метафора хорошая. Так вот, вопрос. Насколько она может быть сложной? Вот здесь изображена достаточно простая, да. А вот здесь вы знаете, что есть такое целое направление. Люди из вот таких, как бы, костяшек домино, цветных в том числе, составляют такие очень сложные конфигурации, потом одну толкают и наблюдают, как все это валится. Это, конечно, ну, на порядке сложнее. И вообще это ближе к тому, что выглядит как теория изменения проекта или программы социальной направленности. Именно справа, а не слева, правда? Так вот, насколько она может быть сложной? Ответ. Она может быть сколь угодно сложной. Это зависит от того, насколько человек увлечен данным инструментом. И поэтому вопрос такой можно переформулировать следующим образом, с практической точки зрения. Насколько сложной она должна быть? И вот это вот достаточно серьезный вопрос, уважаемые коллеги. Потому что это зависит от многих факторов. Вот перед вами что-то вроде теории изменений, которую разработала одна консалтинговая компания, видимо, по заказу военного ведомства США. И ни много ни мало это схема достижения стабильности в Афганистане. Но говоримся сразу, что это не сработало. Но тем не менее. Уровень сложности проблемы такой, что, конечно, если бы здесь было 4 прямоугольничка и 3 стрелочки, то это, кроме улыбки или наоборот, ничего бы не вызвало. Поэтому, конечно, вроде бы получается, что теория изменений должна быть по сложности, по уровню сложности адекватна сложности той проблемы, с которой мы имеем дело. С другой стороны, конечно, это очень сильно зависит от того, для кого эта теория изменений делается. и как ее собираются использовать. Потому что, наверное, если бы речь шла о том, что нужно принять какое-то политическое решение высокого уровня, то вот этого, конечно, не нужно ничего. А нужно, может быть, 4, ну, 5 прямоугольничков и 4 стрелочки для того, чтобы концептуально объяснить, что мы собираемся делать, и получить какое-то добро на эти мероприятия. Именно поэтому в одном и том же случае теория изменений может выглядеть по-разному. Вот это взято из реальности. Я убрал надписи, чтобы не расшифровывать, о какой организации идет речь. Но вот одна и та же программа, в российской организации, у нее есть два варианта теории изменений. Слева вариант, видите, вот такие, вроде пирамиды усеченные, и справа вариант на порядок более сложный, если не на два порядка. Почему два варианта? Потому что левый вариант, он для того, чтобы представить эту программу лицам, принимающим решения, на высоком уровне. И здесь должно быть все очень компактно, прозрачно и с первого взгляда понятно. А правый вариант, он используется для разработки системы мониторинга, для управления программой, для оценки программой, для анализа хода программы. То есть это внутренний инструмент. И он, конечно, сложнее. Поэтому здесь получается вопрос такой, что уровень сложности теории изменений, он зависит от того, как мы собираемся использовать, кто собирается использовать, и насколько сложна реальность, с которой мы имеем дело. Вопросы здесь, конечно, есть. Следующий. Могут ли действия встраиваться в цепочки результатов? Вот это тоже абсолютно из практики. На мой взгляд, мы можем сталкиваться с ситуациями, когда цепочка выглядит не как цепочка результатов, а в ней где-то появляется действие. То есть результат является условием для того, чтобы было совершено определенное действие в программе. Давайте вернемся к семинару, и я в качестве примера также его использую. Предположим, это семинар, который мы проводим на условиях самокупаемости. Это означает, что мы посчитали, какие затраты мы понесем для того, чтобы провести этот семинар. И мы посчитали, сколько мы можем денег взять с одного участника за участие в этом семинаре. И мы поняли, где точка окупаемости. То есть сколько человек нам нужно набрать для того, чтобы семинар состоялся. В противном случае мы понесем убытки. И мы понимаем, что это должно быть выше точки окупаемости. Таким образом, с чего мы начинаем? Мы начинаем с рекламной кампании, с информационной кампании. Мы приглашаем людей, привлекаем их к участию в семинаре. И результатом должно быть, что у нас есть группа, численность которой выше численности соответствующей точки окупаемости. После этого мы можем переходить уже к действиям, связанным с организацией семинара. Как то. Мы можем начинать работать с какими-то гостиницами, скажем, где мы будем арендовать помещения. Мы будем готовить тираж материалов для участников и так далее. Которые приведут к какому-то опять результату. То есть вопрос такой. Можем ли мы действия встраивать в цепочке результатов? Наш опыт говорит о том, что иногда очень хочется. Следующий вопрос. Стрелка как черный ящик. Всегда ли можно и нужно раскрывать эти черные ящики? Значит, стрелочки – это причинно-следственная связь между какими-то результатами, вот в цепочке ожидаемых результатов. И понятно, что проекты разные бывают. И, соответственно, природа этих стрелочек может быть разной. И в каких-то случаях раскрыть их может быть достаточно затруднительно. Ну, например, если мы имеем дело с психотерапией. И, скажем, вот слева – это состояние человека до, а справа – состояние человека после. Можем ли мы объяснить, используя подход теории изменений, какая цепочка результатов ведет от левого состояния к правому? Это вопрос. Я не говорю, что не можем. И есть вот, например, такие объяснения. Ну, это, конечно, визуализация некая. Хотя я думаю, что психологи могли бы сказать, что если имеется в виду, что то, что слева клубок, перешло в то, что справа три клубка, если считать, что это хороший результат для нормального человека, то тут много может быть вопросов. Ну, ладно, неважно. Я к чему? Я думаю, что не всегда стрелочку можно раскрыть, поскольку это связано с какими-то сложными процессами, по крайней мере, раскрыть которые у НКО, может быть, даже не хватит своих ресурсов, знаний и компетенций. А может быть, эти процессы настолько сложные, что их таким способом раскрыть вообще невозможно. Вопрос. Следующий. Можно ли доказать на отличие причины следственной связи, не раскрывая черного ящика? Один очень известный специалист по оценке на своих семинарах говорил следующим образом. Для того, чтобы понять, работает аспирин или нет, мне не нужно быть фармацевтом, мне не нужно знать, из чего состоит аспирин, мне нужно только иметь экспериментальную контрольную группу людей, на которых я могу попробовать этот аспирин. И я могу сказать, работает он или нет. То есть, наличие причины следственной связи вроде бы можно доказать, не раскрывая черный ящик. Здесь схема того, каким образом проводятся клинические испытания лекарственных препаратов, известные, когда берется группа людей, страдающих одинаковым заболеванием, случайным образом делится на две подгруппы, совершенно идентичные, об этом специально заботятся. И одна группа получает стандартное лечение, и другая получает стандартное лечение, но в экспериментальной группе люди получают новый препарат в качестве дополнения к стандартному лечению, а в контрольной группе люди получают плацебо, то есть таблетку, которая выглядит как лекарственный новый препарат, но в ней она абсолютно нейтральная, и она несет с собой только психологический эффект. И тем и другим говорят, что это новый препарат. И по результатам смотрят, что получилось. Соответственно, чего здесь мы добиваемся? Мы добиваемся того, что единственным фактором, который отличает экспериментальную группу от контрольной, является то, что экспериментально используют новый препарат. А значит, если состояние экспериментальной группы отличается от состояния контрольной, то это можно объяснить исключительно только одним фактором использования нового препарата. И, соответственно, в социальной сфере подобного рода подходы также используются, то есть берется группа, на которую оказывается воздействие, она делится на две группы случайным образом, на одну экспериментальное воздействие оказывается, на другую контрольное воздействие не оказывается, потом мы сравниваем результаты в обеих группах, и отличия в этих результатах мы можем приписать тому, что вот было воздействие или его не было. Я думаю, что здесь еще какой важный момент, что, кстати, да, эта тема, она, как я понимаю, должна быть освещена в следующем выступлении сегодня, и подробности я прошу ожидать от следующего выступающего и ему вопросы задать по этому поводу, если они у вас есть. Проект есть, в котором мы предлагаем в сообществах местных формировать инициативные группы, которые получают небольшие гранты на осуществление местных инициатив, направленных на решение каких-то проблем в местных сообществах, актуальных для тех людей, которые там живут. И в своей теории изменений мы можем в качестве одного из результатов написать, что по результатам выполнения проекта, если проект будет выполнен успешно, не только будет решена проблема определенная в сообществе, но и повысится сплоченность вот этой группы, которая занималась решением проблем. Интуитивно, я думаю, многие из нас с этим могут согласиться, но, оказывается, есть теория, которая говорит о том, что сплоченность группы, что совместное преодоление людьми определенных сложностей, выполнение совместных творческих заданий и решение определенных задач, связанных в том числе с изменениями во внешнем окружении, приводит к повышению сплоченности группы и усилению групповой культуры. Есть такие исследования, они уже проведены. Вопрос, могут ли НКО иметь доступ к таким исследованиям, могут ли они использовать результаты таких исследований для аргументации, когда они представляют теорию изменений, и достаточно ли у них для этого времени, сил, компетенции и так далее. Дальше важный вопрос связан с тем, что мы имеем дело с различными ситуациями, вы, думаю, знакомы тоже с этой моделью Кеневина, они много говорили в последнее время, тут на слайде внизу ссылочка есть, если захотите, может быть, потом посмотреть. Значит, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что автор этой концепции, идеи, модели, говорит о том, что ситуации, с которыми мы имеем дело, в том числе в социальном проектировании и в реальной жизни, которые не связаны с социальным проектированием, можно разделить на четыре категории. Ситуации простые. Очевидная динамика, линейные причины следственной связи, как костяшки домино, вот одна цепочка упала и все. Все понятно, правильные ответы известны. Сложные ситуации. Не все известно заранее, но можно разобраться. Причины следственной связи, в принципе, предсказуемы. Эффекты можно отделить от причин в пространстве и во времени. И здесь важна экспертиза уже, если у нас она есть, то вот смотри выше, можно разобраться. Обратите внимание, теперь следующее. Динамическая ситуация. Поведение людей сильно зависит от контекста. Поведение сильно зависит от начальных условий. Природа взаимодействия можно понять только в процессе взаимодействия или после него. Ключ к пониманию происходящего. В наблюдении, в явлении паттерна. И этой ситуации непредсказуемы. То есть, заранее сказать, как она будет развиваться, с полной уверенностью, мы просто не сможем. Ну, соответственно, хаотично. Здесь даже наблюдать нечего. Паттернов нет. Доступных наблюдений. Даже если нам кажется, что есть, то нам это точно кажется. Невозможно выявить причины следственной связи и нет предыдущего опыта, на который можно было положиться. И вот с учетом специфики ситуаций, с которыми мы имеем дело, а примеры этих ситуаций такие. Простая ситуация. Кулинарный рецепт. Сложная ситуация. Запуск космического корабля. Динамическая ситуация. Воспитание ребенка. И ситуация хаоса. Скажем, банковский кризис. Наверное, мы можем сюда уже добавить пандемию. Итак, как реагировать на такие ситуации с учетом их природы? Вот смотрите, простая ситуация. Собираем информацию о ситуации. Относим ситуацию к определенной категории. И реагируем на нее, потому что известны правильные ответы. Если эта ситуация попадает в определенную категорию, реагировать нужно определенным образом. Поэтому правильный ответ известен, и мы реагируем. В сложной ситуации мы собираем информацию, анализируем ее. Здесь уже не такой простой путь. Анализируем ее, и потом реагируем по результатам анализа. В динамической ситуации мы совершаем пробные шаги. Пока не начнешь, ничего не поймешь. Мы совершаем пробные шаги, собираем информацию, потом реагируем. И, наконец, в ситуации хаоса мы действуем. Уже это не пробные шаги, а просто какие-то действия, собираем информацию, реагируем. На чем основаны решения в разных ситуациях, которые мы принимаем? В простой ситуации они могут быть основаны на лучших практиках, которые могут базироваться и на прежнем успешном опыте, и на результатах научных исследований. Я подчеркну, лучшие практики и специалисты, которые занимаются системным мышлением и использованием системного мышления в проектировании, в социальном проектировании и в оценке социальных программ, они подчеркивают, что понятие лучших практик может быть отнесено только исключительно к простой ситуации. Как только мы переходим к сложной ситуации, некорректно уже говорить о лучших практиках, здесь не может быть лучших практик, могут быть хорошие практики. Лучшие, которые гарантированно работают в любой ситуации, здесь их уже не существует. Здесь тоже научные исследования и экспертиза. В динамической ситуации здесь мы опираемся на определенные ценности принципа и приобретаемый опыт. Ну, в ситуации хаоса тут ценности и внешние факты. И очень важно здесь иметь в виду, что когда мы имеем дело вот с социальными процессами, то очень сложные причинно-следственные связи, и зачастую они имеют именно циклический характер, то есть они нелинейные. О чем речь идет? Изменения в одной части системы вызывают изменения в другой части системы, которые, в свою очередь, вызывают изменения в той первой части системы. И получаются такие циклы. И приведу пример вам из жизни, как выглядит такая ситуация, к которой мы можем потом с вами решить, к какому типу ситуации она относится. Ситуация травли ребенка в школе. Когда ребенок приходит домой, жалуется родителям, родители обеспокоены, и они говорят, иди и дай этому сдачи своему обидчику. Он идет и дает сдачи, и все становится еще хуже. Тогда родители обращаются к классному руководителю. Классный руководитель пытается провести воспитательную беседу, и все становится еще хуже. Тогда они обращаются опять к классному руководителю. Классный руководитель собирает классный час, на котором класс коллективно осуждает этого обидчика, и все становится еще хуже. Родители продолжают пытаться что-то сделать, обращаются к классному руководителю, та обращается к родителям этого обидчика, и родители обидчика что-то ему говорят, и все становится еще хуже. Тогда классный руководитель привлекает психолога, который работает системно со всеми вовлеченными в процесс сторонами, и все становится еще хуже. Родители, естественно, не опускают руки, стараются как-то решить эту проблему и обращаются уже к психологу. Та заключает с ними определенные соглашения, продолжает работать, и все становится еще хуже. В частности, никак не уменьшается количество неприятных ситуаций по отношению к этому обижаемому ребенку. Тогда родители обращаются напрямую к родителям обидчика. Те им отвечают, и все становится еще хуже, потому что те считают, что виноват тот, которого обижают, а не их сэм. Тогда родители обращаются к директору школы, который вызывает на ковер классного руководителя и психолога и объясняет им, как они должны работать. Они пытаются что-то сделать, но ничего не улучшается, становится хуже. Директор пытается поговорить с родителями этого парня, который является обидчиком. Те отвечают ему определенным образом, и ничего не улучшается, ситуация не разрешается. Родители этого обижаемого парня не опускают руки, обращаются в полицию. Полиция обращается к родителям обидчика, обращается к директору школы. В это время папа мальчика, которого обижают, напрямую взаимодействует с тем мальчиком, который обижает, используя ненормативную лексику, без физического насилия. Это не приводит к никаким результатам, кроме того, что тот мальчик рассказывает об этом своим родителям, и папа уже того мальчика обращается к заявлению в полицию о том, что на их мальчика нападают. И тогда полиция говорит, что вообще-то хороший вариант в этой ситуации, чтобы этого ребенка из этой школы просто убрать. Что и делают. И ситуация таким образом разрешается. Вот я думаю, что, во-первых, я хочу вам сказать, коллеги, что это взятый случай из реальной жизни. Здесь я специально ничего не усложнял. И что мы здесь видим? Родители вот этого мальчика, которого обижали, они предпринимают ряд шагов, смотрят на то, что происходит, и если ситуация не улучшается, они предпринимают следующий шаг и следующий шаг. То есть это ровно то, о чем мы говорили, применительно к динамической ситуации, сложной динамической ситуации. Когда мы делаем пробные шаги, смотрим, что получается, наблюдаем какие-то паттерны и делаем новые пробные шаги. И по ходу пытаемся найти решение. И здесь, как вы видите, очень много циклических связей. То есть очень много таких ситуаций, когда изменение в одной части системы влияет на изменение в другой части, и идет сразу же обратное влияние. Вопрос. Для таких ситуаций, как построить теорию изменений? И теперь вот я попробую собрать вместе вопросы ограничения, которые, как мне кажется, мы могли бы отнести к практическому использованию теории изменений. Первое. Как определить оптимальную степень детализации и сложности? Второе. Можно ли действия встраивать в цепочки результатов? Другими словами, может ли достижение результата быть условием для осуществления какого-нибудь действия? И наоборот. Не любую стрелку можно раскрыть в виде цепочки результатов. Для доказательства наличия причинно-следственной связи может понадобиться серьезные исследования. Смотри рандомизированные и контролируемые исследования. НКО не всегда справится. Достаточно ли у НКО компетенции, чтобы использовать для обоснования теории изменений данные научных исследований и научные теории? Тут уже теории будут с большой боку. Линейность теории изменений в классическом варианте не отражает нелинейность жизни. И, кстати, по этому поводу много публикаций в зарубежной литературе критики теории изменений. Именно раньше начиналось с критики вот этой упрощенной логической модели, когда мы имеем 4 прямоугольничка и 3 стрелочки. Говорили, что это линейно, это слишком упрощенно. Появилась теория изменений, когда цепочки результатов, много их и много звеньев в каждой цепочке. И вроде как это лучшее, но сразу же после этого появилась критика, что все равно линейность осталась. Нелинейность не отражает. Если мы готовы использовать циклические диаграммы, то есть вот такие петли закладывать в теории изменений, то получается, что теория изменений сильно очень усложняется. И в некоторых случаях нам потребуется, может быть, даже специальное программное обеспечение для того, чтобы все это правильно изобразить. Такое программное обеспечение существует. Более того, некоторые программы позволяют дальше моделировать, как это будет работать. Но, конечно, это особая уже область. И полагаю, что мало некоммерческих организаций смогут реально этим воспользоваться, таким моделированием. Невозможность применения теории изменений в динамических ситуациях, которые часто имеют место именно при работе с людьми. Для таких ситуаций можно построить теорию изменений лишь в ретроспективе. То есть, когда все закончилось, мы сможем объяснить, как все сработало. До начала, вроде как, ну, невозможность, наверное, слишком сильная, я сказал. Наверное, здесь ограниченность применения. Потому что какую-то идею мы все-таки должны в голове иметь. Ну, если мы предпринимаем определенные действия, то мы должны ожидать, к какому результату они должны привести. В этом смысле у нас теория должна быть. Но, конечно, ее применение в динамических ситуациях ограничено только анализом ретроспективным. Для таких ситуаций есть ограничения. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я закончил. Еще раз здравствуйте. У нас 18 человек, слушатели сейчас. И есть время на то, чтобы задать какие-то вопросы, которые наверняка возникли у слушателей. Что-то уточнить, какие-то проверить свои гипотезы. Я приглашаю к обсуждению. Соответственно, для этого, так как я всем выключил звук, видимо, просто каждый сам по себе может его вернуть обратно. Проверьте, пожалуйста, правильно я понимаю? Да. Так что прошу, пожалуйста, вопросы, комментарии, уточнения. Коллеги. Для меня очень созвучно, Алексей, спасибо, вот этот слайд, который с ограничениями и вопросами. Потому что когда мы двигаемся поэтапно, сейчас мы встречаемся с некоммерческими организациями, где очень часто звучит как раз запрос на теорию изменений, то и параллельно у меня еще один тоже возник, интересные идеи, касающиеся оценки университетов, вклада университетов в социально-экономическое развитие. И вот для меня, наверное, ключевая вещь, это как раз вот эта вот причинно-следственная связь, определение. Ну, то есть помимо, конечно, там сразу же возникает вопрос с данными, какие данные нужны, какого качества они должны быть, как они должны собираться. И получается, что здесь как раз все кейс-бай-кейс, то есть каждый случай, он индивидуален. То есть если говорить, например, про любую НКО, у нас в каждой НКО свой подход к тому, какие данные собирать, как их собирать, как обрабатывать. И, собственно говоря, кто это делает, ну, если мы сами-то, когда знаем реальные некоммерческие организации, мало кто может себе позволить такую системную себе работу с данными. Вот. И поэтому получается, что вот эта вот причинно-следственная связь, опять-таки, то есть здесь, с одной стороны, есть вот этот академический подход, когда очень четко выявляется результатом первопричинно-следственной связи, каким образом степень влияния на результаты. И, собственно говоря, если говорить про причинно-следственную связь, вот она может там быть сильной, слабой и так далее. И у меня такое ощущение, что нам надо будет уже вводить на этапе как раз формулирования и применения вот этой теории изменения, как раз вводить вот в алгоритм вопросов, в точке зрения того, чтобы в организации, там человек, который начал, сел и начал применять теорию изменения, с организаций, задавал вот эти вопросы по поводу данных, и там отдельный блок вопросов, по поводу результатов, насколько организация закладывает результаты, может на них, собственно говоря, влиять в слабой, там, сильной форме, вот, тем, чтобы определять сразу же, собственно говоря, облегчая потом задачу оценки. И причинно-следственную связь тоже так же определяю с точки зрения того, что насколько она может быть сильной, слабой, там. Вот, и поэтому здесь это может решаться либо тем, что сами НКО должны больше знать про это, вот, либо это действительно должны быть привлекаться по мере возможности партнеры, в том числе из академического сообщества, которые помогут с этим разобраться. Ну, вот, пожалуй, наверное, то, что в первую очередь поддержу очень сложные причинно-следственные связи в социальных проектах, программах, системах. Спасибо большое. Можно отреагирую, Владимир? Да, конечно. Конечно, СССР, да, спасибо за этот комментарий, абсолютно тоже присоединяюсь к вам. И сложность систем такова, что вообще обоснование причинно-следственных связей представляет серьезную такую задачу методологическую. И если мы вернемся вот к началу сообщения, скажем, я все тоже озабочен ситуацией демографической в стране, да, и вот у нас есть же разные инициативы по этому поводу. Например, у нас есть такая инициатива в Ульяновской области, называется «Ради патриота в День России». Если кто не слышал, можете почитать в интернете. И, как бы, вот губернатор считает, это его ноу-хау уже много лет, там, 15 лет, по-моему, эта программа идет. И, ну, задача в том, чтобы люди именно в День России родили ребенка, и тогда большие там льготы какие-то, подарки, там, квартиры, машины и так далее. И вот вопрос, да, они говорят, что работают. Вопрос какой? Действительно ли работает? Второй вопрос. Будет ли работать в другом месте? Можем мы это распространять как лучшую практику? Следующий вопрос. Вообще вот глобально, да, если мы, например, уже уйдем от этой инициативы, обратимся к теме материнского капитала. Вот это где-то в каких-то странах вообще работало? Действительно. Есть доказательства того, что использование вот такой схемы с материнским капиталом приводит к повышению рождаемости. Если работало, то в какой мере корректно переносить опыт тех стран на нашу страну? Есть ли у нас по регионам отличие? Может быть, есть регионы? Мы же говорим, от контекста зависит. И от начальных условий зависит. Есть ли регионы, где материнский капитал срабатывает, а есть ли регионы, где не срабатывает. И те исследования, которые сейчас проводятся, подтверждают, что именно так пока происходит. Вроде бы. То есть сложность такая процессов, что, конечно, тут есть о чем подумать и что поизучать. Спасибо большое. Владимир, вот мне тут значок подает, и потом Ирина Шанаева тоже значок подает, что хотелось бы, пожалуйста, Владимир. Леш, у меня вот два вопроса. Первый. Я два, они связаны просто. Можно я... Ну, первый вопрос, например, к вопросу об атрибуции ситуации. Там сложная, динамическая, простая и так далее. Ну, как бы, с чем это связано, по моему мнению? Но могут ли быть альтернативные, да, то есть споры относительно картинки, ситуации? И как определяться? А второй ты сразу задашь или потом? Второй я хотел сказать по поводу... Ну, второй я задам, могу сразу. Если мы говорим о динамических ситуациях или хаотических, возможно ли там какая-то теория изменений? Ну, имеется в виду до какой-то степени или, предположим, теория изменений с открытым концом? Вообще, так кажется, что она должна строиться в процессе. Вот. Просто тогда возникает вопрос, а вообще нужна ли теория изменений как инструмент управления проектом или оценки в динамической или хаотической ситуации? Первый вопрос, как определить, какой характер ситуации, конечно, это вопрос интересный и можно было бы отдельно пообсуждать тоже на какой-нибудь вебинаре. Ну, автор концепции говорит две вещи. Первое, что, и практика подтверждает это, что границы, конечно, размыты. И вот прям так однозначно сказать, сложное или динамическое бывает довольно сложно. Второе, второе, это то, что вообще-то ситуация, восприятие ситуации и отнесение ее к той или иной категории зависит от характеристик человека или группы, о которой идет речь. Например, возьмем такую ситуацию. Шторм в море и какая-то яхта терпит бедствие. Для тех, кто находится на яхте, это ситуация хаоса, безусловно. А когда прилетает вертолет со спасателями, и эти ребята прыгают в тот же самый океан, где болтаются эти тонущие, то для этих спасателей эта ситуация, она, безусловно, не хаос. Мы можем сейчас поговорить о том, что она динамическая или, может быть, сложная, но они к этому готовы. И это их работа. И для них эта ситуация, ну, по крайней мере, рабочая, да, либо динамическая, либо сложная. И здесь, конечно, зависит тоже от, в том числе, и от подготовленности, и от знаний человека, как воспринимается ситуация от его компетенции. Что касается, Володя, напомню, второй, что-то я ушел. Ну, насчет использования теории изменений как инструмента. Да, 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 да. Спасибо, да. Сложная динамическая. Да, да. И, конечно, ну, использование в сложной ситуации здесь вопросов не вызывает, потому что там, безусловно, можно и нужно, и в том числе, как прогностический инструмент можно использовать. А что касается динамической ситуации, то здесь, я думаю, что, наверное, правильнее было бы корректнее сказать, что теория изменений должна быть в высокой степени адаптивной. То есть, она появляется, человек действует, ну, или группа организации в соответствии с теорией изменений, и по реакциям, по той информации, которая приходит, как обратная связь, корректирует эту теорию изменений. То есть, то, с чего мы начали, совсем, может быть, не похоже на то, чем мы закончим в качестве теории изменений. Высокая адаптивность теории изменений, я думаю, здесь такая должна быть характеристика. Спасибо большое. Ирина? Да, спасибо, Алексей, спасибо большое за действительно интересный доклад. Очень интересно было все это послушать. Если я правильно услышала, и у меня очень, как у человека, который работает с донорами как раз, да, и позволяет некоммерческой организации для доноров достучаться и рассказать, на что нужны средства, естественно, вопрос, у меня сразу только двигер сработал, правильно ли я услышала, что вы считаете, что вот эта обращенная цепочка, да, так называемых социальных результатов из четырех блоков, которая состоит о том, что мы делаем, какие у нас результаты, и там в лучшем случае такой социальный эффект, что это уже устаревший инструмент, или как бы вы считаете, что для доноров она как раз-таки все еще может существовать, но внутри организация должна, там, на типоре изменений как-то более широко раскрывать для себя. Я думаю, Ирин, что списывать этот инструмент со счетов или эту модель со счетов неправильно пока, и во многих случаях она вполне себе применима, разумна, и, например, если бы те программы, которые у нас реализуются, хотя бы, я имею в виду в национальном масштабе, хотя бы на таком уровне содержали объяснение причин следственных связей, то, на самом деле, было бы намного лучше. Поэтому я думаю, что ее, конечно, не надо списывать со счетов. Кроме того, вот мы говорили о степени детализации, да, в какой мере донор нуждается в детализации причин следственных связей. Я думаю, что во многих случаях такое упрощенное представление донора вполне удовлетворяется. Но, как мне кажется, тренд такой, что в какой-то момент все-таки доноры изменят свои требования, и все придет к тому, чтобы, а, эта картинка могла бы быть посложнее, и, б, доноры будут более внимательно и пристально рассматривать аргументы, которые лежат в основе, обоснование причин следственных связей. Тренд такой, я думаю, есть. Ну и третий, какой тренд точно есть. Есть целый ряд доноров, которые поддерживают социальные инновации, в том числе ведущие в мире крупнейшие, там, фонды, например. И эти доноры отчетливо понимают, что ни четыре звена, ни сто звеньев не позволят сделать какую-то теорию изменений, которая не изменится с первой секунды реализации проекта. И поэтому они осознанно идут на то, что они поддерживают инициативы, которые будут в высшей степени адаптивными, и по ходу реализации будут меняться, пытаясь в поисках оптимального варианта решения проблемы. Такие тоже есть, и это тоже, мне кажется, важный тренд. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот у меня руки подняли Ольга, Игорь и Наталья написала в чат. Соответственно, вот передаю слово Ольге Ивановой, затем Игорь Ананьев и Наталья Гладких. Пожалуйста, Ольга. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Был потрясающий доклад, мне прям было очень интересно. И у меня вопрос к винтикам, к индикаторам. Вот, все-таки, если мы выставили какие-то определенные индикаторы, сколько времени, или как понимать, что вот нам стоит сменить индикатор, или нам стоит все-таки его оставить? То есть есть ли какая-то система по работе с этими индикаторами? Да, Ольга, конечно, есть определенные правила, есть определенные принципы. И я приведу несколько примеров. Единственное, что бы я хотел сказать, что вот тут мы находимся в ситуации, о которой в самом начале СССР сказала. Есть общие принципы, безусловно, которые могут быть применимы к любому проекту, где используется индикаторная оценка. Но вряд ли мы можем сказать, что мы рецепты для всех сделаем одинаковые. Это вряд ли. Если говорить о принципах, конечно, система, один из принципов должен быть такой. То есть систему показателей, особенно для продолжительных проектов, надо регулярно пересматривать. И часть показателей, например, теряет свою актуальность. Почему? К примеру. Вот самый простой пример. Достигается целевое значение. Все. Все. Было базовое значение. По этому показателю мы достигли целевого значения. Зачем его дальше мерить? Все уже достигнуто. То есть можно этот показатель убрать, по нему не отчитываться. А вместо этого, может быть, включить другие показатели, которые относятся к тому, что, например, мы ранее не ожидали, а оно происходит. И мы вводим эти новые показатели. Второй момент. Конечно, мы же о программе узнаем не только с помощью показателей. Это же не такая ситуация, что мы сидим в автомобиле и только на приборную панель смотрим. Мы же и с людьми разговариваем, мы используем другие каналы, мы ездим, общаемся и так далее. И если мы видим, что наш показатель не вполне релевантен, то есть он отражает до какой-то степени то, что происходит в программе, но явно есть за кадром происходящие вещи, которые не влияют на его значение. Тут повод подумать о том, может быть, поменять показатели или добавить какие-то показатели. Ну, такой крайний пример – это когда в программе происходит что-то неожиданное, ни один из показателей на это не реагирует. У нас был такой случай, когда нас пригласили для того, чтобы полностью провести аудит системы мониторинга и проверить все вообще показатели, потому что у них произошла в программе катастрофическая ситуация, и мониторинг вообще никак ее не отследил. Но это тоже, в общем-то, можно считать нормальным, потому что мы не можем предсказать всего, что в жизни происходит, и это живая должна быть система, без сомнений. Значит, общий ответ такой – принципы общие есть, рецептов нет, а пересматривать, безусловно, нужно обязательно, особенно в продолжительных проектах. Если проект 4 месяца, то, может, и не надо. Спасибо большое. Игорь? Добрый день. У меня такой вопрос, поглядите. Мы все работаем в НКО, и для НКО очень достаточно мало ресурсов, как временных, так и людских ресурсов, и финансовых ресурсов, и так далее. Я послушал вашу лекцию очень внимательно. Прекрасная лекция, замечательный инструмент, но мне кажется, что этот инструмент очень трудозатратен, временно затратен. И где взять простой НКО столько ресурсов и столько времени для того, чтобы все это отработать? И если какие-то пути, может, как-то по упрощенному. Но если по упрощенному методу пойти, то пойдем на простую модель, а простая модель, а модель оказалась сложной, тогда это будет некорректно, вот эта система. Просто в данной ситуации, в ситуации реальной жизни с дефицитом, с огромным количеством дефицитов, я думаю, что либо невозможно работать с вашей теорией, либо потребуется дополнительное привлечение ресурсов. Как выйти из этой ситуации? Спасибо за вопрос, Игорь. Я бы хотел сначала все-таки оговориться, что это не моя теория, это слишком большая честь для меня была бы назвать это моей теорией. Ну, я абсолютно с вами согласен, мы тоже находимся в реальной жизни. И знаете, есть такой анекдот про то, что был порт большой, и там был такой маленький буксир, и всегда капитан завидовал, что вот большие корабли как погудят, там полгорода выскакивает на улицу, а у него какой-то гудок слабый. И он договорился, и ему удалось поставить настоящий гудок с большого парохода себе на буксир. И он погудел, но весь пар вышел в гудок, он уже никуда поехать не смог дальше, этот буксир. Поэтому, конечно, неправильно абсолютно НКО, которое решает какие-то острые проблемы, работает с уязвимыми группами, все силы бросать на то, чтобы какие-то изощренные теории изменений разрабатывать или тем более проводить какие-то исследования, эксперименты и так далее. Не про то НКО, конечно. Мне кажется, что здесь надо взять какие-то главные вещи, вот базовые идеи какие-то из этого подхода, принципы. Ну, например, я думаю, что вне зависимости от того, какая у нас некоммерческая организация, большая или маленькая, много народа или мало, есть ресурсы или нет, любая некоммерческая организация, ей было бы неплохо иметь обоснование, почему она считает, что действия, которые она собирается предпринимать, действительно приведут к такому результату. Вот какие есть аргументы в пользу того, что приведут? Какое-то обоснование. И я не предлагаю строить сложные теории. Я имею в виду дать хоть какое-то обоснование. И я думаю, что это движение поэтапное. По мере накапливания и организации потенциала могут усложняться инструменты, которые она применяет. Но сам принцип, я бы его не отрицал ни для какой некоммерческой организации. Почему мы считаем, что наши действия приведут к какому-то результату? Если я скажу, что я не обязан это объяснять, вот тут я буду сильно возражать. Я считаю, что все обязаны объяснять. Почему считаю, что действия приведут к такому результату? И маленькие НКО, и большие государственные структуры, которые у нас выполняют нацпроекты. Я бы очень был рад, если бы они тоже все объясняли вот эту вещь. Понятно, понятно. Ну тогда мы будем говорить не о, я понял вас, не о всей теории. А, ну в принципе, мы то же самое в принципе и делаем, и действуем, и то же самое используем. Но только спасибо вам огромное. Вы как-то, вы дали рамку, вы дали более широкую рамку, в которой, чтобы и появилось понимание, какие бывают высоты. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это еще запрос был от Натальи Гладких. Прошу, Наталья. Да, Алексей, выключи, что-то. Да, спасибо большое, Алексей. Иосиф, выключи, пожалуйста, звук. У себя просто звук выключи, и тогда у нас не будет это. У нас тут просто, мы свободны с одного офиса, и поэтому, да. Еще раз спасибо большое. Да, действительно, очень интересно, полезно. Хотела бы задать несколько вопросов. Вот первый, отчасти продолжение вопросов, которые озвучил Игорь. Вот получается, что достаточно давно уже доступно знание, это тайное знание, и даже на русском языке на протяжении достаточно много времени, длительного времени оно также доступно. Вот по вашим оценкам, какой процент сейчас организации очень приблизительно в любых категориях и измерениях, тем не менее, используют вот эту теорию изменений в своей деятельности. И все-таки среди тех ограничений, о которых вы сегодня говорили, какие являются ключевыми именно для некоммерческих организаций в нашей стране. Ну вот Игорь отчасти озвучил, да, в общем-то, наверное, главное, базовое. Может быть, какие-то еще из вашей практики и деятельности можно такие вот ограничения базовые озвучить. Может быть, я сразу тогда вопросы озвучу? Нет, лучше не сразу, Наталья, давайте, я боюсь забуду. А, ну ладно, да, нет? А, да-да, все-все-все, да, это у нас, да-да-да, ага. Все, сейчас все хорошо, да? Да, да, лучше не сразу, давайте я по очереди буду. Хорошо. Главное ограничение то, которое озвучил Игорь, я считаю, главное ограничение, потому что изощренность инструментария, которую НКО может использовать в управлении организацией, в проектировании и так далее, она, конечно, зависит от ресурсов, которыми НКО располагает, человеческих ресурсов, компетенции людей, материальных ресурсов, возможности привлечь внешних специалистов. Поэтому, конечно, это существенное ограничение. Я про проценты, Наталья, не смогу сказать, но я точно могу сказать, что, наверное, сегодня мы можем смело говорить о том, что у нас в стране сотни некоммерческих организаций с подходом знакомы, и идеи, которые в его основе лежат, используют. Я думаю, счет идет точно на сотни, если даже не на тысячи. Ну, на сотни железно совершенно. Я могу определенно сказать, что я знаю несколько десятков некоммерческих организаций, которые достаточно серьезно вложились в такую работу и сделали теории изменений для своих проектов довольно-таки подробные. И такое упражнение, в общем, выполнились серьезные. Я знаю несколько организаций, в которых теория изменений является, она как бы включена в политики организации, и предполагается, что разработка любой новой программы, реализация любой новой программы, должна обязательно сопровождаться разработкой теории изменений. То есть, вообще говоря, внедрение, конечно, у нас идет. Да, и следующий вопрос тогда. Вот вы упомянули, что есть разное программное обеспечение, которое эту задачу позволит решать, и тем не менее, да, если оно есть, но почему-то, я так понимаю, не очень активно используется. Вот можете сказать, может быть, о вашем опыте использования такого программного обеспечения, или просто, может быть, там, есть ли русскоязычные версии. Вот немножко про это подробнее, и, может быть, какие-то конкретные названия, чтобы тоже, может быть, мы зашли, посмотрели. Спасибо. Наш опыт ограничен небольшими экспериментами, которые мы делали просто для себя, и никакого отношения к работе с некоммерческими организациями реально это не имело. Просто мы поиграли с этими программами, посмотрели, как они устроены, как они работают. Я сейчас на скидку вам названия не скажу, но я смогу прислать два названия, которые вот в одном случае это такая визуализация циклической диаграммы, которая позволяет такой даже мультик сделать и становится наглядно показать, как все это работает. А во втором случае это программа, которая позволяет строить сложные циклические диаграммы, проводить определенные вычисления и прочее. С более сложными мы просто не имели дела, но я точно знаю, что они есть. И, например, та диаграмма, которую я показывал применительно к стабильности в Афганистане, конечно, была сделана с помощью программы специальной. Это вручную такое не сделаешь. И эти программы, конечно, применяются при моделировании, в исследованиях, но, наверное, это больше не про даже социальные процессы, а про сферу науки. Ну вот, две я определенно вам смогу назвать после окончания семинара. Да, можно еще? У нас, человек, понимая, немножко время позволяет. Коллеги, если есть еще у кого-то вопросы, пожалуйста, в чат напишите, чтобы я все время не съела. У меня следующий вопрос. Алексей Лосифович, а вы встречали когда-нибудь такой союз теории изменений и каких-то экономических показателей, то есть когда они бы как-то коррелировали, накладывались друг на друга? То есть вот экономическая история и, собственно, вот история социальных результатов, изменений, вот был ли опыт у вас, да, и какие-то знакомы ли вам кейсы? Спасибо. У нас опыта такого не было, поскольку мы в сфере, связанной с экономикой, экспертами не являемся. Но я точно видел публикации, и я думаю, что мы сможем с вами обменяться после того же, после семинара, и я смогу назвать несколько публикаций. Да, и это все тут... Почему я сразу уверен говорю? Потому что на всех конференциях, на которых я был, вот с момента появления теории изменений, вот в конце 90-х, на больших конференциях по оценке присутствует много экономистов. Среди моих знакомых есть коллеги-экономисты, в частности, вот у меня хороший приятель в Канаде есть, который оценкой занимается он экономист. И они используют теорию изменений, конечно, используют. Ну и последний вопрос у меня, но он такой из двух частей. То есть, с одной стороны, можем ли мы говорить о том, что есть какие-то объективные критерии качества модели? Ну, например, разработанная коммерческая организация теории изменений самостоятельно, то есть, привлечение экспертов. Вот может ли она использовать, ориентироваться на какие-то внешние критерии, чтобы сделать вывод о том, что, ну, хорошая проделана работа, и действительно эта модель сделана хорошо. И, с другой стороны, есть ли какие-то требования доказательности на уровне какого-то золотого стандарта? Вот что да, вот мы можем называть вот этот прописанный нами алгоритм, действительно имеющий высокую доказательность. Все, это последний мой вопрос, спасибо большое. Я начну со второго, Наталья, с второй части вашего вопроса. Я думаю, что большинство из присутствующих знают о такой попытке создания стандарта доказательности, да, практик, который при поддержке фонда Тимченко и объединении оценки в сфере детства, да, так называется, и Московский государственный психо-педагогический университет, и фонд президентских грантов поддержки. То есть есть инициатива, связанная с внедрением доказательного подхода в деятельность некоммерческих организаций в сфере детства, в частности, и с разработкой стандарта доказательности практик. То есть ответ такой, что у нас даже стандарт есть. Ну, стандарт поставим в кавычки. И я думаю, что, ну, жизнь покажет, насколько это все реально станет работать. Ведь они же не просто так стандарт разработали, а они хотят с помощью этого стандарта использовать те критерии, которые в него заложены, отбирать практики для включения их в реестр практик с доказанной эффективностью. То есть там все серьезно. Посмотрим, посмотрим. Но вот попытка такая есть, и стандарты это можно посмотреть. Если говорить о критериях, то мне кажется, Наталья, что здесь было бы правильнее, с учетом, в частности, нашего обсуждения с Игорем, было бы правильнее делать критерии, которые связаны с соблюдением неких принципов. То есть это не жесткий критерий, которому должно соответствовать описание, а это такой условно мягкий критерий, в котором говорится, что любые причинно-следственные связи в цепочке результатов должны быть обоснованы. Вот как бы, да, на этом уровне мы останавливаемся. Вопрос, как они обосновывают, или насколько там эти весомые обоснования, проводили ли они рандомизированные контролируемые исследования, вот это за кадром. Я бы не стал это включать в критерии. А соблюдение ряда принципов я бы, наверное, включил, и они могли быть общими для всех. Мне кажется, там в чате вопросы есть. Там про индикаторы был вопрос у Ольги Ивановой. Сейчас. Вот, да, вопрос от Ольги Ивановой. Подскажите, что можно почитать про индикаторы. Здесь уже две книги рекомендовали. Брошюру от Сацепои и книгу Джерри Мюллера «Тирания показателей». Ну вот, может быть, есть еще какие-то рекомендации, Алексей, пожалуйста, про индикаторы какие-то, что почитать? Ну, книга «Тирания показателей». Если вы хотите разрабатывать индикаторы, то, может, с этой книги не стоит начинать, потому что автор этой книги, он как раз пытается сказать, что не надо сильно этим увлекаться, и приводит массу аргументов в пользу своей точки зрения. Я думаю, что на английском языке есть хорошие книжки. На русском языке много, особенно, книг про показателей я не видел, а на английском есть. Например, есть книжка, которая называется «10 шагов по направлению к управлению по результатам». Рэй Рист, автор Рэй Рист. Ну, я ссылочку, наверное, смогу тоже. Она в свободном доступе есть, и там хорошая книжка, такая добротная, показательная.